Девушки отдыхают Всем здравия! С вами Народное славянское радио Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 10 мая 2017 года среда, по одному из старинных 29-й день месяца пассивного речения 7525 лета недели. Начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Оптика и телескоп 5300 лет назад». Автор-сказитель Виктор Викторович Максименков. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей! Здравия, слушатели! Тема долгожданная, честно скажу, с моей стороны. Я ждал, когда же наконец-то этот эфир будет. Вот хочу теперь насладиться, так сказать, расслабиться за кружкой ароматного травения и послушать, что же ты нам интересного расскажешь. Ну, для начала скажи, а почему ты эту тему решил рассмотреть? Почему вот так провокационно звучит «Оптика и телескоп 5300 лет назад»? Но всем же известно из истории, что никаких там «Оптика и телескопов 5300 лет назад» не было вообще. С чего это вдруг ты такую решил провокацию устроить? Вот поделись сначала. Ну, на самом деле, какая же это провокация, когда я буду приводить конкретные факты. Ведь если у тебя, как говорится, ничего нет, нужно, образно говоря, бить врага его же оружием. И хоть наука нам не враг, но её выводы очень сомнительны. Потому что для этого я использую сами артефакты, которые нашла, доказала и показала всему миру сама официальная наука. А почему «Оптика и телескопы»? Ну, мы ведь с вами уже побывали в Америке, до Колумбовой глубоко. А ведь для этого нужны развитые технологии по пересечению океана. То есть мореплавание должно быть развитое. Развитое мореплавание без оптики невозможно. Нужно или ориентироваться по звёздам, иметь хотя бы подзорные трубы, бенотли, ну хоть что-то. Мы с вами побывали в глубокой древности, где смогли отследить глубокую традицию наблюдений за звёздным небом, за звёздами, которые были перенесены в календарные системы. Но ведь не всё же можно наблюдать за звёздами невооружённых взглядов. Нужны какие-то приборы. Дело в том, что планет так называемых нашей Солнечной системы, наши предки знали намного больше, чем мы сейчас. То есть для этого опять же нужна оптика. Плюс в прошлый раз мы с вами говорили о письменности развитой, письменности формата, скажем так, по-современному 3D. То есть объёмной письменности. А откуда они её взяли, наши предки? Может, они обладали такой технологией, которая сегодня немножко подзабыта, что давала им узнать сами основы мироздания, прочитать их, увидеть, ну и, соответственно, потом переносить. Поэтому и выбрал я это направление. И даже, если быть честным, скорее всего, не я выбрал, а оно выбрало меня. Для того, чтобы осветить более полную картину мира и показать настоящий уровень развития всей цивилизации прошлого, а в прошлые разы я не ставил себе ограничения на то, чтобы путешествовать в каких-то конкретных временных периодах, конкретных территориях. А оставлял для себя открытым весь горизонт и по расстоянию, и по истории. И всё это окупалось стариться. С чем я вас и хочу познакомить? С минимумом тех артефактов, которые изучены, ими завалены все музеи мира. А про них, опять же, никто не знает. Все молчат. Как бы есть, изучили, положили, да и забыли. А эта ниточка, за которую удалось потянуть, привела к такому, что, я думаю, наши слушатели оценят наши усилия. И это поможет нам в будущем выйти на такие технологии наших предков, которые сегодняшний мир может воспринимать как супертехнологии. Поэтому и предлагаю всё это для развития тем, кто интересуется, хочет открыть все тайны прошлого. Потому что тот, кто не помнит своего прошлого, не имеет будущего. Будем работать в этом алгоритме. Поэтому, Алексей, и это направление выбрало само меня, что помогло, делайте дальше открытие, которое я вам и предлагаю. Хорошо. Не будем затягивать больше вступления. Пожалуйста, переходи к основной лекции, докладу, как тебе больше нравится слово. А дальше я уже буду как-то здесь разруливать и смотреть, что же у нас происходит при помощи Светланы, смотреть, что же у нас происходит в чате Народно-славянского радио и в чате канала нашего на Ютубе. Пожалуйста. Благодарю, Алексей. Благодарю слушателей. Для начала всё-таки хотелось бы вас поздравить с наступившим уже Днём Победы. Победа — это то, что приходит после беды. Победа света над тьмой, света над силами зла. Ну а так как исконное понимание зла — это неведение, незнание, ну и мы постараемся своими маленькими победами тоже развеять зло и сделать наших людей более светлыми, более знающими, более понимающими технологии прошлого, для того чтобы понять, насколько был высок уровень наших предков, чтобы мы могли взять самое лучшее и использовать в нашей сегодняшней жизни. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что цивилизации прошлого прожили тысячи лет в гармонии с природой, использовали природные источники энергий для того, чтобы достигать определённых высоких, на мой взгляд, результатов. Вы их сами сможете оценить, я надеюсь, после сегодняшнего доклада. Ну и традиционно все эти материалы вы можете найти у меня в профиле на сайте КОНТ, тоже в Бете Виктор Максименков, там все эти статьи есть, все они и дополнения к ней. Она так и называется «Оптика и телескопы 5300 лет назад». То есть для того, чтобы вы могли задать более развернутые, понятные вопросы и воочию видеть то, что в ней представлено. Ссылочку Алексею я предоставил, я надеюсь, помощники её тоже смогут бросить в чат, если кто не знает и не видел этой ссылки. И приступаем к самому докладу. Дело в том, что, я уже повторюсь, но мы с вами видели развитые технологии передвижения наших предков по морю, видели развитые технологии наших предков в наблюдении за звёздами. Их огромные знания, когда наблюдения длятся только в одной маленькой пластинке на 500 лет этих наблюдений. Но они ведь невозможны без развитых оптических технологий. Я нигде об этом, например, не читал ни в школе, ни в институтах, нигде об этом ни слова. Да, до нас долетают некоторые слухи, некоторые, скажем так, рассуждения, некоторые мифы об использовании каких-то оптических приборов. Ну, неужели их наука не нашла? И я хочу вас познакомить с тем, что наука сама нашла, доказала, и к чему это приводит. Как я с этим столкнулся? Дело в том, что, путешествуя по просторам интернета, я нашёл богатейшую коллекцию линз. Они так и назывались. Линзы из Виксби. Это коллекция линз, неимоверных линз, которых не могло быть. Была найдена и изучена. Найдена она была в Скандинавии. В Скандинавии, в Курганах. Ну, как бы Курганы, Скандинавия, для кого-то бы это показалось, ну, там какие-то незнакомые нам люди жили. Ну, что туда лезть и изучать? Ну, мы-то с вами прекрасно знаем, что те же скандинавы — это те же наши родственники. Пускай какая-то из этих ветвей, пускай, как говорится, нас стараются от неё отрезать исторически. И, ну, всё равно, если у наших предков Скандинавии были развиты оптические технологии, а были ли они развитые по всему миру? На ум сразу приходили такие артефакты, как хрустальные черепа. А вы знаете про них эти легенды, они тоже найдены, о чудо, в Америке. И нужно было найти, где же всё это дело изготовлялось и вообще какие есть информации в открытых источниках науки о всех этих артефактах. Оказалось информацией, ну, как всегда, опять огромное количество. И поэтому я даже статью озаглавил чуть более жёстче, чем наша сегодняшняя, тема, она, есть добавление. Оптика и телескопы 5300 лет назад или пропишем современной науке очки, чтобы она увидела слона в виде артефактов древней оптики, хранящихся по всему миру в музеях. Ну, те же самые линзы из ВИСБИ, про них же есть огромное количество упоминаний, что викинги, неизвестные как бы, путешествовали по морям и использовали горный кварц. Ну, а путешествия по морю, там не только, например, узлы нужны, нужно же ориентироваться по звёздам, смотреть вдаль. То есть оптика должна быть? Должна. Она была, да, она была найдена в курганах. Ну, мы уже отмечали и при путешествии в Америку, что курганные-то захоронения, они присутствуют во всей земле. Они, такие же захоронения, присутствуют в Америке. Такие же захоронения присутствуют вплоть до Африки, в Японии, да и вообще. От берегов Атлантики до берегов Тихого океана, причём с любой стороны земного шара. Что же было найдено в этих захоронениях? Дело в том, что мне сразу на ум пришли наши любимые часы. Астрономические приборы древности, которым там всего 3500 лет, которые были найдены, опять же, вокруг Чёрного моря, которые были найдены в курганах, в таких же индейских курганах Америки, на которых были надписи на четырёх языках нашей индоевропейской группы так называемого языка. Так это в Америке глубокого до Колумба. И там везде были тоже определённые выемки. Ну, так как я этим занимался и знал, то я сразу понял, что эти линзы могут подходить не только для мореплавания, они не только могут быть использованы телескопов, каких-то астрономических приборах, они обязаны были применяться на этих астрономических приборах древности, как часы донецкие, часы, которые были найдены и в Ростове-на-Дону, и подобный же прибор в Америке. То есть там везде есть углубление, которое по форме напоминает шар. Она же линза. И есть инструкция по применению этой же линзы. Как применяется эта линза? Ну, они переводят это как зеркало, но я всё-таки определил это как линза. И дальнейшие мои поиски в курганах подтвердили, что научные экспедиции фактически по всему миру находят линзы в курганных захоронениях. Эти части из этих артефактов представлены в моей статье. И они их классифицируют, вы же понимаете, ну какие это астрономические приборы, они их классифицируют как украшения. То есть, а изготовленные, смысл в том, что изготовлены они, во-первых, на очень высоком уровне. Те же линзы из Виксби, они, и хоть сегодня вставляй в проектор и смотри на них, то есть они могут быть использованы. Хоть сейчас. Приборы, в которых они могут быть использованы, астрономические приборы древних, они существуют и опять же разбросаны по всему миру. Но это всё оказалось только начало. Понимая, что должны быть какие-то изображения этих телескопов или оптических приборов древних, опять же, поиск в интернете дал положительные результаты. И здесь хотелось бы отдельное спасибо сказать тоже американцу Роберту Темплу, который прославился своей книгой о космических знаниях племени Дагонов, Тайна Сириуса. Дело в том, что он тоже отметил эту особенность и собрал в своей книге «Восходящее солнце» больше 400 различных упоминаний о таких оптических приборах по всему миру. Например, в статье приводится так называемый греческий юноша, который смотрит в подзорную трубу. В статье приводятся фрески из того же, например, Шумера, а Шумеры знали про пояса вокруг планет-гигантов, которые без оптики не увидят. И там приводится Шумер, который наблюдает какой-то определенный оптический прибор. Там же есть эти пояса вокруг планет-гигантов. То есть, опять же, оптика. Шумерская цивилизация считается одной из самых развитых. Дальнейшие поиски и, как говорится, разматывание этого клубочка дали еще больше результатов. Такие же изображения были найдены мной на камнях из Ики. Там минимум два изображения, где индейцы, так называемые, смотрят в небеса при помощи подзорных труб или телескопов, скажем так, ручных. То есть, а камни Ики в итоге мне помогли еще и тем, что на них была изображена антлань. Но это, я надеюсь, мы поговорим более подробно. На прошлый раз я к тому, что эти камни хоть и считаются подделкой, но считают их подделкой по причине глубокой древности. Наличие на них индейцев, которые смотрят прекрасно в небеса и наблюдают за небесными объектами, только подтверждает их древность. Что и, как говорится, помогло мне найти и другие более интересные объекты на этих камнях. Ну, сейчас нас больше интересует другое. А насколько было развито все эти оптические технологии? Опять же, они в древнем мире были развиты повсеместно. От бытового применения, военного, строительного, медицинского. Об этом нам говорит, опять же, мыслеформа, миф. Вспомните миф про Прометея. В чем его суть? Людей научили получать огонь из ниоткуда, из ничего. Ну, Прометей, промень, это луч. Ну, и уже на славянских языках осталось, что промень, это луч. То есть, вполне возможно, что этим мифом нам хотели передать информацию о том, что наши предки, вместо того, чтобы крутить палочки, они просто использовали сосудики маленькие, там они совершенно небольшие, наполненные водой, там они, по-моему, около сантиметра всего-то в диаметре. То есть, небольшие сосудики при наполнении водой служили им прекрасной линзой для добывания огня в походных условиях, для прижигания ран. Плюс, плюс, это позволено нам предположить, что раз люди могли применять это на бытовом уровне в лечении ран, в добывании огня, значит, они могли применять это на более широких уровнях. Мы уже видели оптику для наблюдения за небесами, есть подзорные трубы, но раз они владеют такой технологией, они могли, например, применять эту технологию для добычи камня. Ведь вы часто встречаетесь с такими неизвестными артефактами, как вот оплавленный камень, в одной части света оплавленный камень, там оплавленный камень, а если они были знакомы с оптическими технологиями, прекрасно, почему они не могли концентрировать в жарких странах свет Солнца и использовать его, например, для добывания тех же гранитных блоков. Затрат энергии никаких? Никаких. А возможно ли это было? Вполне возможно, потому что до нас дошли те же сказания о лучах смерти, которые Архимед применял в Сиракузах, где на большом расстоянии в принципе он смог поджигать римские галеры. правдивость этого эпизода ставили под сомнение. Пока 6 ноября 1973 года один грек не повторил этот эксперимент в порту Переней и при помощи 70 зеркал поджег маленькое деревянное судно. Схемы возможные, которые применялись при таких операциях Архимедом, тоже были мной найдены и приведены в статье. Это глубокие публикации, плюс в статье приводится один из вариантов, который был найден и опубликован в 1572 году в арабском трактате по оптике. Трактат 10 века. Напоминаю, более-менее серьезные расчеты в оптике были проведены в так называемой просвещенной Европе еле-еле в 17 веке. А адекватное производство оптики и его качественно использование фактически началось уже в 18 веке. Чтобы нас не обвинили в том, что это все наши предположения, давайте углубимся в сами же запасники музея. Например, того же Египта. Дело в том, что ученые сами определяют, что в Египте был так называемый додинастический период. То есть все, что было изготовлено 5300 лет назад, они считают додинастическим. И в статье приводится одно из изделий этого додинастического периода. Интерес в нем у нас заключается в том, что там этот нож, который хранится в египетских музеях, он сделан настолько тонко, там настолько тонкие прорисовки лиц, участников, элементов, что без оптики это было бы практически невозможно. И таких артефактов, где оптика была просто обязана применяться, их тот же Темпл нашел и описал более 400. Это артефакты письменности, артефакты, которые связаны с ювелирными украшениями. В кольце статьи этого нет, но я, например, вам обращу внимание на такое украшение, как феодосийские серьги. Они были найдены в районе Феодосии, хранятся в Эрмитаже, нашли их в 1853 году. Но композиция, например, этих серьг настолько сложна, там настолько мельчайшие элементы, настолько это микротехника, что современные так называемые ювелиры попытались ее повторить и отказались от этого. Потому что настолько сложна, тонка и совершенна работа, например, этого золотого украшения, что они его назвали микроскопическим, технологиями микроскопических зерен из золота и отказались от ее воспроизведения, потому что она настолько для них оказалась сложна. Относят эти серьги, например, к 4 веку до нашей эры. Ну, как всегда, у науки, хоть и найдены они в Феодосии, в те времена, когда жили там скифы, ну, у науки же простое объяснение, все сложное сделали греки. Ну, это, как говорится, оставим на их совести, но куда девать такие артефакты, которые не просто они микроскопические и представляют собой огромную сложность, их сделать без оптических, без линт совершенных просто невозможно. Так мало того, что невозможно, их и не могут повторить даже сейчас, настолько они совершенные технологии. Но вернемся к Египту. Египет начал удивлять не меньше. Дело в том, что с началом так называемых династий удалось откопать огромное количество статуй, слава Богу, удалось откопать ученых. И о чудо! Перед нами предстали фараоны того времени. Парочка из этих фараонов там приводится. Например, тот же статуй фараона Хора. Это восьмой фараон 13-й династии, примерно 3700 лет до нас ему. Ну, о чудо! У него яркие голубые глаза, а по описанию его волосы были светлые. И на кого он тогда похож. Вторые такие же фараоны так называемые, которые неизвестны, это фараоны принцы Рамхотепа, его жена Нафред. Это уже 4500 лет назад. И о чудо! Мало того, что жена Нафред опять же имеет голубые глаза, белую кожу, у нее еще ленточка на лбу, на которой камень Алатырь присутствует, восьмиконечная звезда. Это тот же камень Алатырь, что мы видели и в Палеолите, на стоянках Сунгири, и то, что мы видели у так называемых неизвестных минойцев, которые мы смогли при помощи жреческой традиции и описаний их соседей отнести к славянским народам. Но тут же встал вопрос, плюс здесь же так называемая статуя в полный человеческий рост. Опять же, муж этой на фред, это тоже выпула сейчас встретили на улице, выпула не отличили от современного человека. У него такие, как говорится, интересные усы, голубые глаза, ну, немножко загорелый интурист, который приехал там, пожил в Египте месяцок, подзагорел, но ничем от нашего человека не отличается. То есть перед нами фактически наши предки. Еще одно подтверждение нашлось в статуе, в статуе, которая тоже по тем же, как говорится, изученным ученым, материалам, им минимум четыре с половиной тысячи лет. Называется она сидящий песец из Саккары. Так мало того, что у него опять же те же идеальные голубые глаза, опять же там используется горный кварц в его основе. Но он опять же не отличим ни от кого из наших современников. Ну поехал, загорел месяцок, приедет он сейчас назад в Москву, он бы через месяц был точно таким же, как мы, мы бы не отличили никогда на улице, что это какой-то неизвестный человек. И мало того, что в угоду современной науке, он же подлец еще и папирус пишет. Он позволил писать себе папирус, а папирус тех, кто знаком святорусской буквице и немножко со слоговым письмом, то папирус это охранная письменность русов. Опять эти русы мелькают, как говорится, задолго до шестого века нашей эры. И мало того, что в наглеж пишут что-то, представляются фараонами, хотя мы прекрасно знаем, что те же ебтяне четко, ясно и как бы не утаила современная наука, так и говорят нам, что первые девять фараонов были белые, или девять фараонов, или девять династий фараонов были белыми, вот в чем вопрос. Но этот вопрос, по-моему, легко решается, потому что каждый из вас может посмотреть, эти артефакты хранятся в открытых музеях, никто их замалчивает, ну в принципе пока их не убрали. Информации об этом огромное количество, там я даже дал ссылочку на изучение этих глаз, но самое интересное, не только то, что это наши предки, потому что они от нас фактически ничем не отличаются, но и в том, что везде применяется не стекло, а горный хрусталь. Горный хрусталь, заметьте это, те же черепа, так называемые, они тоже сделаны из горного хрусталя, глаза более совершенные, они практически повторяют структуру человеческого глаза, структуру человеческого глаза 4500 лет назад минимум, при том, что, повторяю, более-менее адекватные расчеты в оптике это 17-18 века, по словам современной же науки, а люди еще 4500 лет назад делают устройства еще более совершенные, и они найдены наукой, изучены, отправлены в архивы, да, они замалчиваются, но они существуют, потом эти технологии в Египте пропадают, и потом, в принципе, они на некоторое время возвращаются, а потом заменяются опять больше или красками, или стеклом простым, но эта зацепка уже дала возможность найти подобные статуи по всему миру, и в статье я привожу такой маленький коллажик, где собраны статуи так называемых неизвестных фараонов Египта, так называемая неизвестная вавилонская цивилизация, собраны статуи, там, где почему-то опять же неизвестные высокоразвитые вавилоняне имеют голубые глаза, густые бороды, и сделаны они из белого материала, то есть кожа у людей белая, три изображения масок, найденных из Америки, в основном их относят к майя, тоже почему-то, хоть маски сделаны из золота, но у этих масок от чуда, почему-то голубые глаза, три масочки приведены из Индии, тоже индийские боги, от чуда, почему-то все голубоглазые, ну из золота они сделаны, тут как говорится, можно сказать, что кожа была в них белая, или покрыта была белым, плюс во всех этих цивилизациях присутствует единая символика, и как мы до этого отмечали, единая символика сопровождается единой письменностью, поэтому, как говорится, но это еще не все, почему, например, та же наука не любит этого фараона Тутанхамона, это потому, что у него в гробнице собраны артефакты, которые не могли существовать еще тысячи лет, в статье тоже приводится фотография очков Тутанхамона, которые тоже современная наука относит к изобретению где-то 12 век современности, этим же очкам по оценке опять же той же науки минимум 3000 лет, ну 3300 где-то они им дают, мало того, что эти очки они очень похожи на очки северных народов, как говорится, бог бы с ним, но там вставлены изумрудные зеркала, очень тонкие скажем так пластинки изумрудов, это какие же технологии нужно было применять, чтобы так тонко производить и делать очки, пускай даже для самого фараона, плюс, плюс, раз есть эти очки, а не могли ли быть эти очки как раз защитой при проведении тех же оптических работ по выжиганию камня, например, ну а почему бы и нет, могли, потому что изумруды не зря там вставлены, значит они какое-то излучение отражали, чтобы не испортить глаза, они-то раз они были в состоянии имитировать человеческий глаз, почему они не могли туда вставить тот же горный хрусталь или еще что-нибудь подобное, то есть это дает нам еще дополнительный ключ для открытий таких технологий, как опять же плавление металла, а почему нельзя плавить металл при помощи того же света, энергия это дармовая, оптика есть, сделали линзы, настроились и вперед, и описаний из Египта оптических технологий, которые применялись в храмах просто повсеместно, которые должны были применяться для ориентации тех же величественных сооружений древности, там же тоже без оптики никуда, плюс мы знаем, пускай это в статье не описано, что в основе этих сооружений всегда закладывались определенные шары из горного хрусталя, пускай они всегда прозрачные, иногда черные, других цветов, но они тоже имели конкретное предназначение, так что Египет еще будет неоднократно нас удивлять, там в статье приводятся различные маски, где использоваться опять же, главное суть технологии горный хрусталь, на сегодняшний день эта технология переведена в разряд, скажем так, магический и не зря, каждый тоже из вас, ну пускай не сталкивался, но знает, что те же маги, колдуны очень часто любят применять так называемый шар мироздания, он же тоже изготовлен из горного хрусталя, то есть для определенных действий горный хрусталь подходит идеально, могли ли древние заменить его простым стеклом, могли, но они этого не делали, это, скажем так, ключик для тех, кто будет изучать, изучать древность и более глубоко проникать в древние технологии, также хотелось бы заметить, что так называемая развитая письменность, она тоже бралась не на пустом месте, она тоже, скорее всего, ну по крайней мере мои скромные исследования показывают, что они использовали оптические технологии для, работая со светом, для понимания структуры и устройства самого мироздания, именно оттуда взялись эти буквы, символы, которые в итоге дошли до нас, пускай и в обрезанном виде, но не есть, опять же хочу заметить, что все эти символы имеют свет, что их напрямую связывает со светом, и так как наши предки всегда зрели в корень, то это направление нужно просто развивать, есть такие люди, которые развивают его, ну правда получили ли они его напрямую общаясь со светом или как-то по-другому, это другой вопрос, но сам факт, что сам свет несет конкретную информацию, которую наши предки читали при помощи именно приборов, линз и технологий, которые позволяли использовать именно горный хрусталь, это, как говорится, основа поиска и продолжения находки так называемых супертехнологий древности, которые современная наука не хочет замечать, но опять же так называемыми незамеченными технологиями просто завалены все музеи, у них огромное количество линз, эти линзы, часть из них представлена в статье, например, тот же Темпл начал из линзы из Лиарда, она настолько совершенна, что хоть сейчас ее используйте и она будет служить своим целям, она может быть использована хоть в телескопе, хоть в микроскопе, ну, то есть она имеет широкое применение и от современных фактически неотличима. Единственное различие, что она сделана из горного хрусталя, те же самые неизвестные вавилане, они, которые мы видели в статье, у них почему-то голубые глаза, длинные бороды и белый цвет кожи, они прекрасно знали, повторюсь, о так называемых кольцах, у Сатурна, у Юпитера и у других планет, и наука их тоже отмечает, что да, всего, например, тот же Темпру, он нашел более 450 линз по всему миру, например, тот же первооткрыватель Трои Шлиман, который тоже считают подделкой, нашел в так называемой подделке 48 линз различных, то есть и некоторые из этих линз тоже приводятся в статье. Это привело, например, меня обратно на Крит, а мы с вами частенько попадаем на Крит, изучаем мы единую технологии древних, например, ту же жреческую традицию, тот же ферский диск, те же диски из Мали, которые имеют конкретные углубления, вот у меня тоже возникал вопрос, а как можно сделать эти углубления практически одинаковые, используя оптику, а почему бы их, например, не выжечь? Хорошо, не нужно никаких инструментов, есть оптический инструмент, например, определенного диаметра, да навыжигал-то этих дырок и до свидания, вот тебе оптический инструмент древности, астрономические часы, возможно, это было, а почему бы и нет, иначе тогда нужно было применять какие-то станки, что наука отрицает, ну отрицает, ну а линзы-то они могли применять, используя солнце, могли, они их, наверное, и применяли прекрасно, попадание на тот же Крит, оказалось, что на этом Крите, о чудо, сама же наука нашла и изучила мастерскую, единственную в мире мастерскую, которая производила эти линзы в таких огромных количествах, ну что не заметить, это было практически невозможно, и часть из этих так называемых невозможных линз приводится в статье, они имеют различную форму, они находятся в различных музеях, на фото видны даже, как они, что они работают даже сейчас, видны увеличения, как они увеличивают ту же мерную линейку, но, о чудо, эта привязка к Криту помогла мне, например, найти указочки, в статье их приводится около трех, эти указочки, где горный хрусталь совмещен с бронзой, они имеют много различных видов, зачем они могли применяться, мы с вами отмечали, что есть солнце, есть луна, есть другие планеты солнечной системы, наши предки их это все увязывали в единих календарных системах, они имеют разные периоды обращений, и по этим выемкам должна была передвигаться какой-то маркер, ну так а вот он этот маркер, вот эти линзы, вот это линзы, они имеют определенные указки, определенной длины, их нужно брать, совмещать все эти устройства, испытывать, и мы увидим работающие астрономические приборы древности, найдены ли они, найдены, находятся ли они в музеях, они прекрасно находятся, они находят их на том же крите, но они не хотят совмещать, например, тот же диск, феский диск, диск из мали и эти стрелочки, а у нас таких ограничений нет, я их прекрасно совместил, и показываю, что они не просто могли, они служили стрелками так называемых современных часов, которые, ну, просто передвигались вручную, потому что там, в принципе, шло ежедневный как бы замер, то есть там раз в сутки кто-то их передвигал, либо корректировал согласно Солнцу, и то, если это было надо, та же Луна тоже передвигалась за определенный период, 30 дней, опять же, это позволяет нам говорить, что такие палочки и такие линзы из горного хрусталя служили маркерами, и возможно, опять же, подчеркиваю, потому что это нужно брать и пробовать, возможно, они давали более полную картину древним о передвижении небесных светил, о предстоящих событиях на небесах, потому что они, получается, отражали небесные объекты и события у себя на Земле и прекрасно могли наблюдать такие эффекты, которые нам сегодняшним недоступны, потому что, вот, чудо, ну, как бы, наша наука не хочет это все замечать. Так я же говорю, только линз было найдено больше 400 в музеях мира. Они все классифицируются, ну, как украшения, сосудики, которые для разжигания огня, они классифицируются, как, как говорится, емкости для духов, как эти бронзовые палочки с набалдашниками, они классифицируют, ну, наверное, неизвестная, как говорится, штука диких предков. А эти неизвестные штуки, они при применении сегодня могут дать такое отражение света, того же Солнца. А, скажем так, испытания показывают положительные моменты, что, да, они видели больше нас, потому что они использовали специальный материал. Не стекло, а именно горный хрусталь. Да, пускай он сохранился в основном теперь как магические какие-то там обряды, ритуалы, но он использовался в повседневной жизни широко и по всему миру. Мы видели Египет, видели Вавилон, видели Америку, Средиземноморье просто завалено всем этим делом. То же самое, неимоверные ювелирные изделия разбросаны по всему миру, но теория науки такова, что, например, все, что там чеканилось монета у Скифа, у Сармата, все эти неимоверные артефакты золотые, они делались великими греками. Ну, как говорится, бог нашей науки судья, я вам предлагаю на то, что так называемые великие греки еще подложили в крымскую коллекцию. Потрясающий дельфинчик, он приведен в статье. основа горный хрусталь плюс золото. Ну, сами можете убедиться, насколько он прекрасен. Так это, между прочим, ему больше двух тысяч лет. Плюс я привожу, например, останки украшений так называемых. Это государство Кюнгей. Это, например, Ардобасийский район в могильнике Культабе. Посмотрите на эти так называемые украшения. Так это, они очень похожи на те же Крисские маркеры, которые должны быть в дисках Малии, в оптических приборах в часах древности. Притом, тот же так называемый загадочный фесский диск, его ведь осколки находят фактически по всему земному шару. Ну, по крайней мере, сегодня осколки подобного фесского диска известны на Кавказе, в Монголии, в Китае. Это только то, что наука, как говорится, знает сегодня. Я же его добавляю в астрономическую систему древних, плюс на этом же фесском диске мы с вами видели какие-то огромные дома с такими поясами. То есть, возможно ли это, что люди видели тот же Сатурн, Юпитер и видели их пояса, потому что объекты огромные, яркие, влияют на жизнь людей, раз они, раз фесский диск это часть астрономической системы древних. Возможно ли это было для них? Возможно, нет никаких противоречий, у них были эти возможности, были эти развитые оптические технологии. Плюс, я не привожу, например, в той же статье, но дальнейшее изучение показывает, что, например, в Светском том же дворце был найден загадочный камень, а там 12 таких углублений равномерных, а не могли ли бы это быть подставки для тех же указателей, которые применялись в этой системе. Могли быть, это опять же тот же Фесский дворец, опять же остров Крит. На остров Крит мы не зря попадаем, потому что посмотрите на карту, это центральный остров, он контролирует в принципе все мореходство Средиземноморское, Черноморское, то есть без него путешествовать в этом регионе невозможно. Опять же, обращаю внимание читателей в этой статье, что так называемые греки, ну, мы уже не раз говорили, что так называемые греки, там, наука путается сама в своих показаниях, ахеицы они, они сами себя называют эллины, ну, бог с этой наукой, опять же, сама же наука, там приводятся ссылки, говорить, что греки научились всему этого у тех, кто жил на Крите и их потомков, потому что они всего-то две с половиной тысячи лет назад начали подобные технологии повторять, и в статье опять же приводятся артефакты, которые хранятся в музеях различных мирах, где так называемые греки производят потрясающие статуи, опять же, там используется горный хрусталь, бог с этими статуями, что там опять же голубые глаза, ну, наверное, так выглядели греки, хотя в итоге сами греки утверждали, что как только голубоглазые философы пропали с их места жительства, философы в Греции закончились, но опять же, прошу сделать скидку на то, что это, как говорится, перевод ученых, скажем так, в том месте они закончились, плюс, опять же, мы видим этого юношу, который смотрит в телескоп на этой вазе представленный, он был найден в Афинском Акрополе, ну, наука говорит, он не в телескоп смотрит, она говорит, это ему дротик в глаз попал, ну, как говорится, сами решите, на что это похоже больше, на телескоп или дротик, и таких артефактов просто огромное количество, плюс, больше всего поражают артефакты, как произведения искусства, которые сделаны в оптическом стиле с мельчайшими деталями, деталями, которые просто требуют и кричат о том, что здесь использовались увеличительные стекла, причем они должны были быть использованы в принудительном порядке, а так называемые музеи, опять же, той же Америки, они хранят настолько потрясающие изделия из этого горного хрусталя, перст, тоже космонавт, он хоть и не представлен в статье, но вид он имеет как космонавт, который хранится тоже в американском музее, он относится к хетскому царству, тоже ему дают три с половиной тысячи лет назад, сделан он опять же в том же средиземноморском регионе, опять же, мы фактически дошли до то же самое, до так называемых сложнейших и непонятных хрустальных черепов, так эти хрустальные черепа, они находятся по всему миру, да, у них одна основа, они в основном сделаны из горного хрусталя, но так они разбросаны по всему миру, они не могут пока найти подобную мастерскую, которая была в состоянии потянуть такое производство, единственная подобная мастерская, откуда могли выйти подобные изделия, они распространены широко в том регионе, опять же, мог быть крит, потому что на том же крите это производство производилось просто в космических, промышленных масштабах для обеспечения не только всего этого региона, но и скорее всего, такие чудеса дошли и в Америку, они там просто более лучше сохранились в виде тех же черепов, в статье приводятся данные, где по всему миру, подчеркиваю, опять же, по всему миру найдены эти черепа, они находились и в той же Германии, да, больше их сохранилось в принципе в Америке и то, может потому, что там просветители не так уж давно появились, скажем так. Так что, ну, насколько это можно считать неизвестным, известно ли это все? Известно, но в основном оно признается подделкой, какими-то украшениями, побрякушками, цацками, не имеющие никакого практического предназначения. Из-за этого возникает очень много вопросов у самой науки, ну, как же, например, древние могли совершать далекие плавания, а без оптики никак, как же могли плавить камень или ориентировать его на местность. Опять же, все это оптика, она вся есть, вся она находится в тех же музеях, плюс в статье существует ссылочка, где изучались изделия из горного хрусталя, в том же самом сибирском регионе. Изучение показывает, что, например, в регионах Сибири традиция изготовления изделий из горного хрусталя прослеживается на всем временном промежутке. Там изделия находятся десятки, десятки тысяч лет назад. так что, насколько это распространено по всей Земле, насколько имеют они сложность эти изделия, наука классифицирует им тысячи лет, но они иногда даже совершеннее и непонятнее современных, как те же самые хрустальные черепа. Из всех пока известных мастерских, такая мастерская существует на острове Крит. И этому нечем удивляться, потому что, как мы уже говорили, в той же Америке артефактов с Крита огромное количество. Они тоже приводились в статье про ту же Америку, как там сначала, подчеркиваю, сначала в Америке был найден юноша с лилиями, на котором были надписи на критском письме системы А, которая закончила свое существование три с половиной тысячи лет назад. Сначала этот артефакт был найден в Америке, а потом этот артефакт был откопан на острове Крит, где был замок с изображением этого принца. Что, как вы думаете, сказала эта наука? Ну, наверное, этот артефакт кто-то привез в Америку, совсем недавно потерял и забыл, как говорится. Ну, бог им судья. Ну, таких-то артефактов огромное количество. И также называем Давенпорская стела, которая у индейцев племени Мимак, у которых была иерографическая письменность, которая соответствовала и египетской. Ее просветители прошлого бы уничтожили, да они просто не успели, она была закопана в Кургане. А так практически всю письменность индейцев тогда сошли, они писали на папируса. Так что плюс опять же ту же Америку. Вот я, например, когда писал статью про Америку, приводил надпись на скале из Рио-де-Жанейро. Надпись огромная. Написана она на финикийском языке. Наши люди с большим основанием полагают, что финикийский язык это просто отражение. Я подчеркиваю, зеркальное отражение нашей письменности. Они относятся к индоевропейским языкам. Он и существует, но а про использование зеркал для засекречивания нашей письменности. Ведь все так называемые неизвестные этрусские письмена, финикийские, это ведь отражение. То есть для их правильного прочтения нужно использовать опять же оптику. Да, наши предки зашифровывали свои письменности. Зачем? Ну, наверное, окружение у них было такое веселое, что они вынуждены были применять ее. А мы можем ее развивать? Можем. Нам всего лишь нужно посмотреть, что лежит в музеях, что еще не спрятали. И мы сможем более веселее читать те же надписи на финикийском, на так называемом нечитаемом этруском и так далее и тому подобное. Потому что применение оптики было просто повсеместным. Некоторые моменты, мы даже представить себе не можем. Но опять же, та же развитая металлургия, та же развитая золотая изделие из золота, они могли делать их, применяя солнечный свет. Именно поэтому так называемой современной науки ничего не получается для того, чтобы хотя бы просто повторить. Потому что заменить прямые солнечные лучи, это, конечно, нужно постараться. плюс трудно назвать ту область, где такая технология не применялась. Она применялась в принципе везде, как мы уже сказали, и для определения самих узлов, орнаментов, самой письменности, для скрытия этой письменности, для путешествия по морям, для наблюдения за всеми небесными объектами, для ориентировки зданий пространства, для имитации человеческого глаза, значит, широко она применялась в медицине, для прожигания тех же ран. Так что смотрите, изучайте и добавляйте к этому вопросу. Плюс может, как говорится, купите себе какой-нибудь камешек, который будет из горного хрусталя, и попробуйте применить его в повседневной своей жизни, чего не чурались наши предки, поэтому может, они и жили в гармонии с природой, понимая, что природа хочет им дать, что она может и что она предлагает, и как это правильно использовать. Для этого и создалась эта статья, которая, я считаю, просто добавляет и ставит еще одну точечку, которая связывает единую цивилизацию Земли прошлого, в том числе и совершенными оптическими технологиями, более совершенной, которых мы можем только представить, тот же самый, те же самые черепа из горного хрусталя, опять же, их не в состоянии повторить современная наука. Может, там тот же секрет, что опять же применялось световое воздействие и обработка не при помощи каких-то абразивов материальных, а при помощи света. Почему бы и нет? они это могли и широко применяли. Так что так называемые мифы прошлого, недоступные для понимания, это всего лишь технологии наших предков, которые почему бы сейчас не вспомнить и при необходимости применить, потому что пока солнечный свет, пока хоть за него плату не берут. Ну, для начала, я думаю, Алексей, для завязывания разговора этого достаточно. Хотелось бы услышать вопросы, замечания, предложения. Эка ты завязал-то. Хорошо. Хорошо. Ну что ж, давай тогда поступим следующим образом. Сейчас я сделаю небольшую музыкальную паузу. Наши радиослушатели и зрители канала YouTube соберутся с мыслями, чуток переварят то, что ты сказал, и будут задавать вопросы. Первые уже вопросы у нас поступают, но я думаю, сейчас еще подтянутся наши радиослушатели и дополнят репликами и вопросами наш эфир. Поскольку как-то вот зима нежданно вернулась в самый разгар весны, можно так сказать, на большой части территории России и ближайших славянских государств, то как-то вот хочется все-таки надеяться, что зима в конце концов пройдет. Давайте послушаем как раз песню про то, что зима, ребятушки, пройдет. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok